Здравствуйте, мы возвращаемся в студию репортер, меня зовут Григорий Блайда. Мэрия заявила, что в этом году в Одесском электротранспорте, а также в маршрутных такси, по возможности, будет введена система электронного билета, то есть безналичная оплата пластиковой картой. Насколько это реально, мы говорим сегодня с экономистом, директором центра эконом-информ Георгием Хаскиным. Георгий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Если не ошибаюсь, попытка ввести электронную систему оплат в общественном транспорте в Одессе, первая попытка была еще в 2003 году, еще при Руслане Баделане, затем при Гурвице, и вот сейчас, наконец, в третий раз занялись этим вопросом. Почему до сих пор, с 2003 года, система не была введена в Одессе, ну, эффективно, во всяком случае? Ну, было много причин. И сопротивление самих перевозчиков, и организационные вопросы, и технико-технологические вопросы. Но самое главное, это очень странно, но эти попытки были, так сказать, вне существующего правового поля. Дело в том, что на транспорте предусмотрено действующим законодательством до самого недавнего времени. Только наличная система оплаты проезда. И вот совсем недавно Верховная Рада приняла, и президент подписал закон, который разрешает, вступает он в силу, кстати, если я не ошибаюсь, в первых числах мая месяца, который разрешает применение безналичной системы оплаты труда на транспорт. То есть, поскольку не было соответствующей законодательной базы, ни в одном городе Украины эта система не работает? Ни в одном городе Украины эта система до сих пор в нормальном виде не реализована. Появляются время от времени сообщения в прессе о том, что там-то сделано это, там-то сделано это. Но это еще далеко не система, это некие экспериментальные моменты. На самом деле, серьезно разработкой этих вещей занимается Львов, занимается Венница. Ну вот, Харьков принял совсем недавно решение, и мы. Наиболее транспортно разные эти города, да, нестабильные эти города входят в пятерку, наиболее комфортные для проживания. И Одесса в том числе. Давайте оценим перспективы, насколько все-таки слова не будут расходиться с делом. Господин Рико заявил, что в этом году уже будет попытка, но во всяком случае в электротранспорте эта система будет введена. Давайте оценим ее перспективы. Ну, попытка, я надеюсь, действительно будет. Реально, в полном объеме, если мы будем делать это быстро, то не ранее, конечно, 2018 года. Целиком и полностью, да, во всем транспорте? Да, это, ну скажем так, это оптимистичный прогноз, потому что и, в общем-то, и опыт Венницы, и опыт Львова, которые несколько дальше нас продвинулись в этом направлении. И, хотя я очень надеюсь, что мы можем, ну, если не обогнать, то, по крайней мере, приблизиться. Вот, показывает, что это дело очень трудоемкое, достаточно долгое. И не только в чисто техническом, а и в организационном, и в правовом плане. Ну, вот что, например, в организационном? Не будет ли какого-то противодействия, да, со стороны старожилов, да, Одесской транспортной системы? Ситуация... Я понимаю контролеров, да, которые будут говорить, нас же уволят, мы же не сможем теперь работать в стране. Ну, вы имеете в виду кондукторов? Да, кондукторов. Ну, вот значительная часть кондукторов как раз перейдет в контролеры, потому что, по крайней мере, на первом этапе, учитывая особенности нашего менталитета, не только Одесского, боже упаси, контроль, особенно на первом этапе, должен быть достаточно жестким, пока люди не привыкли, что проезд в транспорте нужно оплачивать. Причем, оплачивать легально. Вот. А сопротивление со стороны перевозчиков? Вы понимаете, мне уже приходилось в тщательный допрос, естественно, что перевозчики, ну, скажем, откровенно, не в диком восторге от этого нововведения. Давайте уточним, это частные перевозчики, которые работают на одесских маршрутах? Не только частные перевозчики, вообще все перевозчики, это и КП, и ГЭТ. Даже они? Конечно, по очень простой причине. И, в общем-то, ситуация предполагает, что абсолютно все финансовые потоки станут абсолютно прозрачными. В том числе, например, перевозка льготных пассажирам. Вот КП, и ГЭТ, например, получает деньги за перевозку льготчиков. И это правильно, потому что они очень много льготчиков перевозят. Насколько на самом деле перевозится льготчиков, никто не знает. Сколько, следовательно, нужно денег выделять. По частным перевозчикам там понятно, там ситуация вообще очень слабо контролируемая. Да, и в КП, и ГЭТ тоже, ни для кого не секрет, что существуют определенные, довольно значительные потери выручки. Все знают, что наш пассажир привык делать широкий жест, а билет не надо, оплатив поезд. Да, вот интересно, кому остаются эти деньги? Контролеру или все-таки идут полы? Ну, знаете, я не готов отвечать на этот вопрос. Это не тема нашего разговора сегодня. Это не тема разговора, во-первых, а во-вторых, я вне системы, поэтому я компетентно на этот вопрос ответить не могу, но, тем не менее, это есть. По частным перевозчикам. Так вот, конечно, они не в восторге, но, с другой стороны, они разумные люди, грамотные, квалифицированные. Они прекрасно понимают, что хотят они или не хотят, это будет сделано. Вопрос заключается в том, как и в какой форме. Если этим будет заниматься город, то это, я надеюсь, будет сделано в достаточно мягкой и лояльной форме, им дадут возможность и время подготовиться ко всем этим нововведениям, учтут их пожелания, предусмотрят некий переходной период и тому подобное и тому подобное. Может сложиться ситуация хуже, если затягивать и саботировать это дело, то потом это сделают в приказном порядке. Инициатива может исходить, кстати, не только от одесских властей. И тогда разговор будет совершенно другой, тогда это будет жестко и ломать будут через колено. Поэтому разумные люди предпочитают в данном случае сотрудничать. Хотя, еще раз повторяю, естественно, особого восторга, скажем откровенно, это ни у кого не вызывает. Но деваться некуда. В транспортном департаменте заявили о том, что система будет внедряться за счет частных инвестиций, инвесторов, не за счет города, потому что город, деньги, которые выделяют в качестве кредита и Европейский банк реконструкции и развития, он пустит на обновление подвижного состава Одесского городского электротранспорта, в первую очередь. При том, что другие города Украины, большинство городов, которые получили кредиты БРР, они будут тратить их как раз-таки на внедрение этой электронной системы. Тут немножечко не так. Это просто разные кредиты. Это просто разные кредиты. Те деньги, которые предусмотрел, не могу сказать, выделил, потому что деньги идут не городу, деньги, эти 8 миллионов, пойдут непосредственно тому, кто выиграет тендер и будет поставлять эти троллейбусы. 45 троллейбусов по минимуму нужно быть поставлены в Одессу. Это другие деньги, их нельзя использовать на эти цели. Существует, в принципе, три мыслимых варианта. Первый, это город делает это дело за собственные средства. Второй, это взять кредит у того же самого ЕБРР. Третий, привлечь частного инвестора. На сегодняшний день город, насколько мне известно, мнение рабочей группы, которую возглавляет господин Уильман, склоняется к тому, что готовится, мы принимаем в этом участие, проект положения проведения инвестиционного конкурса и привлекать деньги частного инвестора. Давайте поясните зрителям, как это будет происходить. Это придет какой-то человек, который скажет, я могу вас обеспечить этими терминалами, например, программным обеспечением и так далее, но взамен я буду получать какую-то выгоду. Совершенно верно. Тут речь идет не только о терминалах, речь идет о комплексе, нужно сдать систему под ключ. Будут разработаны технические условия, будут разработаны правила проведения конкурса и среди всех предложений, которые будут поданы, если такой конкурс будет проведен, все-таки примут такое решение, то конкурсный комитет, назначенный городом, выберет какое-то определенное предложение и потом этот инвестор подпишет договор с городом. Да, естественно, как при любой платежной системе, он будет получать комиссионное. По моим личным прикидкам, срок окупаемости вложений составляет примерно 4 года. 4 года. Окупаемость в каком случае? Если будет проезд... Если будет проезд в электротранспорте и на автобусных перевозках тоже. Будет ли он дорожать, учитывая, что он уже сейчас при той вот наличной системе расчета, он считается экономически обоснованным? Григорий, я могу вам выдать страшную тайну. Заодно и телезрителям. Проезд дорожать будет, вне зависимости от того, введем мы электронный билет или нет. Может ли совпасть подорожание с введением электронной системы? Вы знаете, я думаю, что ситуация складывается таким образом, что произойдет повышение тарифов, может произойти раньше, чем будет внедрен электронный билет. Электронный билет, наоборот, он даст возможность варьировать и в некоторых случаях обеспечить более дешевый проезд. Ну, например, за счет широкого применения электронной карточки с так называемым постоянным. То есть, люди, которые едут, ну, предусматриваются, например, такие виды тарифов разовый, пополняемая электронная карточка, постоянная и льготная. Так вот, проездной, аналог проездного, он дешевле. Вы платите деньги заранее, и за счет этого проезд доходит. Вот, естественно, что это касается и интересно тем людям, которые, ну, систематически в большом количестве осуществляют поездки. Разовый проезд, кстати, если вы купите просто разовый билет на одноразовое использование, он будет дороже, как и во всех городах Европы. Давайте поясним, как будет сама система работать. Это будет покупаться или выдаваться кем-то пластиковая карточка, которая затем будет пополняться в терминале и использоваться во всех видах? Пластиковые карточки предусматриваются два вида, так сказать, ну, проездных документов. Это пластиковая карточка и бумажный или картонный билет с QR-кодом для разовых, исключительно для разовых поездок. Для разовых поездок нет смысла приобретать пластовую карточку, будут использоваться бумажные с QR-кодом. Он, как я уже сказал, будет дороже. Пластиковая карточка будет приобретаться в тех же самых терминалах, так мы планируем, по крайней мере. Плюс, возможно, реализация через розничную сеть. Скорее всего, будет применена комбинация этих вариантов. Мы предполагаем, что в Одессе нужно будет от 200 до 250 терминалов по продаже и пополнению этих карточек. И плюс, вполне возможно, их реализация через розничную сеть. Вы просто зависимо выбираете себе тарифный план, какой вам удобнее. Ну, а льготчики будут получать льготные электронные карты по льготному тарифному плану, по бесплатному тарифному плану через органы соцобеспечения. По вашим наиболее оптимистичным и пессимистичным, вот мы с этого начали, но как-то о сроках мы не говорили. С учетом всех этих бюрократических процедур, которые будут проведены, конкурс, тендер, возможно, кто-то откликнется из инвесторов, может, кто-то не откликнется. Вот давайте мы посмотрим, когда мы увидим первые реально работающие терминалы, например, в одесских трамваях. Понимаете, в одесских трамваях и в троллейбусах уже пробовали поставить терминалы, совсем недавно их проводили в реальной эксплуатации. Но все дело заключается в том, для того, чтобы людям было интересно приобретать электронные карты, это нельзя делать на каком-то отдельном трамвайном маршруте. Там все будут пользоваться, ну, большинство. Да, вот это все и сразу, разумеется. Поэтому вся система должна быть запущена, по крайней мере, на электротранспорте, на всех маршрутах, в самые короткие сроки. В один прекрасный день. И потом с небольшим разрывом времени, подчеркиваю, с небольшим, потому что только на электротранспорте окупаемости системы не будет, она будет запущена и в автобусах. Там организационные планы, связанные с изменением системы налогообложения, изменением взаимоотношений между перевозчиками и владельцами частных транспортных средств. Им понадобится немного больше времени, но в принципе оно должно быть скоординировано, и большой разрыв очень будет неприятен и опасен для внедрения системы, с моей точки зрения. Но 17-й год, это реально, как вы считаете? Я бы сказал, 18-й. Я бы сказал, 18-й, с моей точки зрения, это более реально. Очень много, кроме всего прочего, бюрократических процедур. Очень много, и, к сожалению, чтобы не напороться на различные иски, возражения, жалобы и тому подобное, эти процедуры в строгом соответствии с законодательством, с удерживанием сроков, с общественными слушаниями и тому подобное проводить необходимо. Иначе мы, это достаточно дорогое удовольствие, достаточно серьезное капиталовложение, мы не имеем права подставить под сомнение легитимность этого мероприятия. Да, иными словами, разрубить эти коррупционные канаты, которыми сейчас пронизана вся транспортная сфера города. Очевидно, с внедрением этой системы улучшится и качество обслуживания. Да, мы все время говорим об электронном билете. Я не знаю, вот так в средствах массовой информации не просвещал, вчера был заседание горосполкома, и там уже сделали первый шаг по этому вопросу. Приняли решение о внесении на сессию городского совета, эта сессия должна утверждать, концепцию современной системы функционирования городского пассажирского транспорта. В которой ключевое звено, вот эта блок-схема, ключевое звено, и есть как раз наш электронный билет. С единым оператором, в полном комплексе. Это целая система, которая предусматривает и совершенствование магистральной сети, и совершенствование маршрутной системы, и совершенствование тарифной и компенсационной политики, и целый ряд других мероприятий. Мы уже много раз убеждались, что когда мы выхватываем какой-то кусочек из этой комплексной проблемы, и пытаемся решить его отдельно, то мы не получаем того эффекта. Специалисты называют его синергетическим, который мы ожидаем получить. Вроде сделали все нормально, удивляемся. Ну да. Магистральную сеть улучшили, вроде, по большому счету, мало что. Нет, какое-то улучшение есть, но мало что поменялось. А потому что не изменили маршрутную систему, не поменяли тарифную политику, не сделали этого, не сделали этого, не обеспечили противозаторных мероприятий, не решили вопрос с транспортной инфраструктурой. Это все комплексный проект. И все эти мероприятия должны быть синхронизированы по ресурсам и по времени. Это еще одна из причин, поскольку, почему я говорю, что это все-таки скорее 2018 год. Спасибо, Георгий Владимирович, за разъяснение вот этой вот непростой темы, учитывая, что она имеет огромный у нас в Одессе исторический шлейф. 14 лет у нас пытаются внедрить эту систему, но вот вроде как новый срок, 18 год. Ну, я, честно говоря, учитывая, что я принимал еще участие и в той работе, вот я очень надеюсь, что в этот раз это выглядит, с моей точки зрения, достаточно серьезно. И нам удастся довести это дело, как выражаются математики, к виду, пригодному для логарифмирования. Спасибо, Георгий Владимирович, успехов вам. Спасибо. А зрителям оставайтесь на репортере, с нами интересно, счастливо, увидимся.